На ваших экранах и на ваших глазах, уважаемые зрители, Сергей Сак там тоже уже в зоне прогрева. Ждем мы их с Федором Воробьевым на перезаезд без прогревов. Сразу боевой заезд. Black Monster Top 32 продолжается. Последние из запланированных дуэлей. Дальше пойдут бонус-треки в количестве как минимум двух хитов, каждый по два заезда. Три красных, один зеленый. Поехали! И Гоча был лучше в квалификации, хотя тоже результат был не самый блестящий. Во втором проезде и вовсе ноль. Но там был очень странный ноль. Мы еще спросим, Гоча что-то там произошло. Ну а пока Гоча в зоне Touch and Go с первым номером. Владимир несколько подостал и с меньшим углом. Но Гоча проигнорировал первую внешнюю клиппинг-зону. Владимир Чевчан в режиме бэкварда выкатывается за пределы трассы и оставляя своего младшего брата в одиночестве. Вот оно, желтое одиночество Георгия Чевчана, который в этом же режиме некому больше одиночества-то нарушить. Мотор SR20, система смазки с сухим картером, принципиально другое топливо E85, тоже почти чистый спирт, иной тепловой режим таким образом. И весьма солидные показатели удалось снять с мотора. Благодаря этому, в частности, аж 870 ньютон-метров крутящего момента, что для такой крохи, каково является мотор SR, очень-очень много. В Гочи там андерстир был. Нет, если я был то очень кратковременный, показалось, к счастью. Да, дистанция великовата, но едва ли Гочи это нарочно. Нет, я так не думаю. Владимир Чевчан вроде бы без происшествия миновал внутренний клипинг-поинт. И сейчас финиширует, ну, уже так, поближе друг к другу. Следующая пара участников единогласно в пользу Гочи. Георгий Чевчан, форвард автогород Красноярск. Илья Федоров, iMall Racing Russia, город Владивосток. Оба пилота представляют Российскую Федерацию. Илья Федоров квалифицировался лучше и в роли лидера начинает эту дуэль. У обоих автомобилей ниссановские моторы, очень-очень разные конфигурации. Но сейчас это не важно, сейчас важно, что по пятам за своим лидером следует Гоча. Чуть-чуть раньше попытался он переложиться, дождался, пока этот маневр начнет исполнять Илья Федоров. И снова борт-оборт два автомобиля приближаются к внутреннему клипинг-поинту. Чуть раньше за узел, да, в траекторию Илья Федоров. И распрямляется, пусть и ненадолго, автомобиль под тринадцатым номером. Добровольно применяли подобные системы. Некоторые жалуют, что ограничивают перемещение головы, учитывая, что смотреть нужно все время вбок. Но правило есть правило, и, как оказалось, не так уж и неудобно ехать с этой системой. Очень резкая постановка у Ильи Федорова. И я даже подумал, что может потерять контроль над автомобилем. Разнулась, похоже, правая передняя. У пилота IMO Racing Russia. Вот это да, ну как же так. И уже фактически Байран исполняет Георгий Чевчан. Пилот форвард авто. А Илья Федоров закончил этот проезд за пределами трассы. Разумеется, Гоча выходит в следующий раунд. Ну, а это участники заключительной четвертой дуэли раунда ТОП-8. Тронулся с места Антон Сваринский. Он имел право это сделать, даже если не было зеленого сигнала. Вот почему Гоча не поехал. Непонятно. Так, еще раз вернули автомобили на линию старта. Я надеюсь, что без страйков обошлось. Вот теперь зеленый. Чуть раньше тронулся с места Антон Сваринский. Избегу дрифтим. И Георгий Чевчан уже на фуридаше. Гадал на сей раз этот момент Антон Сваринский. В отличие от Дайга, был готов к тому, как именно произойдет этот элемент в исполнении Гочи. И устремляется в догонку за желтая стиль ВС-15. Пилот в дрифтим. Где он? Вот он выныривает из дыма уже на весьма существенной дистанции. Второй проезд этого хита. Сваринский в роли лидера. Но Гоча теперь может реализовать свое превосходство в темпе. Главное не перереализовать. Поехали. Тачинго позади. Коррекция у Сваринского. Это серьезная ошибка. Не доезжает Супра до первой внешней клиппинг-зоны. Что будет? Что будет у внутреннего клипа? Да, все неплохо. Но не без коррекции. Опять-таки со стороны лидера этого заезда. Гоча здесь не доехал после перекладки до внешней клиппинг-зоны. Своего соперника в предстартовой зоне. Ну а трое арбитров на сей раз единодушно отдают победу Георгию Чевчану. Ну а мы готовимся рукоплескать парному дрифту в исполнении Дамира Идиатулина из команды Фрэш Авто и Георгия Чевчана из Форвард Авто. Да, серьезно, кстати, подранил своего соперника Кристопс. На скотче там держится задний левый фонарь. Ну на скотче полмашины можно собрать, как известно. В дрифте особенно. Детармированный тейп. Поехали. Дамир впереди. Естественно, был он выше в квалификации. Гоча очень здорово синхронно поставился. Уж не знаю, сколько десятков или сотен раз друг к другу объехали эти пилоты. Гоча промакивается. Мимо траектории. Уезжает слишком широко. Отпускает из этого Дамира на несколько большее расстояние, чем сам, наверное, планировал. Еще одна перекладка. Внешняя клиппинг-зона. Удалось подъехать ближе Георгия Чевчана. Гоча на линии старта. Готовится уйти в бой лидером этого второго проезда. Второго полуфинала первого этапа РДС Гран-при 2019 года. Дамир смог поставиться в ритме лидера. Меньше чуть-чуть угла Вальтезе. Что там с траекторией, разберемся на повторе. Пока критический момент. И едва не касается там Сильвии соперника Дамира Диатулина. И вылетает за пределы трассы. Перед самым второй финалист первого этапа РДС Гран-при. Георгий Чевчан. Команда Forward Auto. Ну что же, дорогие друзья, напоминаю вам, что во время боевых заездов финала нет у нас ни комментария, ни музыкального сопровождения. Только двигатели, только то, что делают пилоты и только ваша реакция на это, ваши эмоции. Кричите, свистите, хлопайте, поддерживайте наших пилотов. Поехали! Продолжение следует... Светофор. Три красных, один зеленый. Поехали! 32 великолепных пилота начинали борьбу за победу на первом этапе, а победил действующий чемпион российской дрифтерии Георгий Чевчан, город Красноярск. Мало, 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 надо больше хлопать, больше, 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 давайте, 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 да. Дамир Идиатуллин, Алексей Головня, Георгий Чевчан! Это мирная фаза, церемония награждения. И сейчас, конечно же, разбавим этот майский воздух игристым. Спасибо. Дамир Игорь Чевчан! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...